привет друзья как дела в этом видео поговорим про патч 1 15 честно говоря его громко так назвали патч на самом деле это просто микро патч поскольку в нем практически ничего нет понятное дело что это предновогоднее обновление в котором еще будет новогодняя всякая мишура елочки коробочки ангарчики всякие акции и так далее но это мы тоже каждый год видим давайте посмотрим что же все-таки будет в этом патче помимо кучи исправлений на десятки карт каких-то там мелких наверное какие-нибудь там кустики повернут дерево на метр передвинут или закроют какой-нибудь заезд куда-то или подсадку невидимыми стенами также какие-то там мелкие доработки в ранговых боях и доработка новой механики новой ветки американских тяжей которые будут называться йохи что-то там тоже у них какие-то там значки где-то доработают еще куда фигню по сути ничего интересного единственное значимое изменение которое мы с вами заметим те люди которые играют мы заметим изменения на карте берлин наверное ни для кого не секрет что эта карта так себе и играбельно по сути только на больших тяжелых танках которые рубятся в этом узеньком маленьком городе остальным заняться на карте практически нечем и место для них маловато это давно нужно было уже исправлять поскольку зелень ну вообще никакущая на этой карте эту карту переделают и основные изменения коснуться как раз таки зелени на который просто ни черта не было изменения будут следующие во первых поле загладят и сделают практически ровным кучу кустов деревьев и всякого мусора на нем уберут канавы которые идут от центрального бункера сделают шире глубже и длиннее и они будут идти к новому малому городу на краю зелени которая раньше была просто полем теперь будет еще набор домов с проездами всякими холмиками где можно будет играть я так понимаю это будет направление для средних танков и теперь им будет где поиграть поскольку на лт-шках и ст-шках честно говоря вообще негде было поиграть даже этот центральный бункер был очень неудобен и занимать его желание особо не было стоять в углу в единственном кусту тоже было опасно неинтересно и вообще карта игралась очень прискорбно если ты не на тяже теперь когда там есть малый город там можно поиграть от рельефиков можно поиграть как танк поддержки возможно там будут какие-то новые позиции для пт где можно будет поставить по кемперить попростреливать это поле и попростреливать в этот новый малый город но вот что прискорбно что у правого респа если посмотреть на мини карту в конце зелени есть окна и всякие бойницы и стен зданий которые не полностью развалились откуда можно из окон от башни встречать врагов а вот у левого респа на красной линии на зелени там практически ничего нету есть не до холмик маленький какой-то но есть канала посреди поля из которой не так уж удобно встречать врагов видим что баланс на зелени соблюден не был и разрабам это не особо интересно а вот в самом малом городе по мини карте видно что там вроде как выглядит что удобно от домика к домику играть через холмики можно будет удобно давить вперед или сдерживать врагов также все выглядит более-менее симметрично но насколько там удобно и сбалансировано играется мы увидим только на основе когда уже поиграем много боев на этой карте так по картинкам сказать сложно и даже если пару раз сыграешь все равно сразу не поймешь нужно накатать побольше боев также у команды справа возле базы расчистили немного возле моста рельеф подвинули дом и добавили насыпи для того чтобы было удобнее играть помню когда в укрепе нам попалась эта карта там на базе негде даже врагов встречать играть абсолютно неудобно в рандоме конечно там редко играют но у нас кроме рандомного режима есть еще режимы в игре и как они показывают играть там не особо удобно хорошо что эту карту хотя бы начали переделывать поскольку первые переделки были вообще ни о чем в основном городе немножко подвинули там стену какую-то какую-то дырку там поменяли в стене это короче ни о чем вот это уже основательное изменение она мне нравится поскольку зелень вообще была пустая не играбельная изменение очень нужная надеюсь эта карта больше не будет настолько ужасно что ты сидишь и думаешь добавлять ее в черный список или нет поскольку когда играешь на ватном танке играть на этой карте не хочется вообще только если играешь на тяже благо я любитель тяжелых танков и редко добавляю эту карту черный список только если играю на всяких ст-шках и лт-шках жаль что некоторые старые карты картоха не доделывает но лучше уж хотя бы одну карту за полгода доделать чем вообще ничего это конечно намного меньше чем раньше в десятки раз меньше работы над картами чем когда карты были в sd качестве они вожди но скорее всего это из-за того что картоделы скорее все сидят занимаются всякими этими мирным 13 какими быть еще картами может быть для линии фронта еще для какого-нибудь режима конченного лично на мой вкус лучше бы карты в рандоме доделывали добавляли новые оконченные выводили но они больше занимаются всякой чепухой и время от времени подрубают нам всякие режимы где карты и сам режим конечно то еще чешуя я честно говоря не любитель всех этих временных режимов они мне не нравятся вообще старые гоночки начать и мне понравились новые не понравились старый футбол мне понравился новый не понравился может быть еще там какие-то пиксельные какие-то танчики были я помню еще было весело на и все 360 покататься по луне больше интересных режимов временных я не помню в картохе вообще остальное параша какая-то мирный 13 скучная помойка режим с вафентрагером тоже нудный и вообще в принципе по и режимы вообще никакущие все из-за того что боты просто пресная скучная фигня на мой взгляд можно было столько ресурсов и времени потратить на доработку основного режима чтобы было каждый день приятнее играть в игру они время от времени играть в конченый недоделанный режим но это лично на мой вкус как статиста что интересует основную аудиторию я не знаю я за нее говорить не могу может кому-то и нравится в эти конченые режимы играть по сути больше в новом патче 1.15 ничего нет только изменение карты берлин и все я надеюсь еще будет марафон новогодний как обычно где-то в начале декабря на какой-нибудь интересный танчик что они там сейчас тестируют всякие китайские тяжи британский тяж либо может что-нибудь что я не видел было бы интересно получить новый прям танчик и покатать на нем пофармить серебро и отметки еще в коробках получить новый прям танчик и сделать на нем тоже самое принципе больше наверное ничего интересного не будет с вами был варчик радик красиво всем пока а 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 Субтитры сделал DimaTorzok